Здарова, стратеги! С вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Total War. Троны Британии. Ну что ж, это у нас вторая битва. Поехали! Ну что ж, погнали. Так, где наши враги-то? Наши враги где-то здесь находятся. По всей видимости, они, может быть, даже леса заняли. Надо будет потом настройки битв поставить на легендарный уровень сложности, чтобы наверняка все было намного интереснее. Потому что что-то искусственный интеллект начал тупить. Я хочу посмотреть, где же эти настройки. Так, настройки компании. А, это, по всей видимости, в самой компании можно поставить. Ладно, мы что-то прям, мы что-то прям поторопились. Ну что ж, поехали. Ставим, да, ставим вот так вот бойцов. У нас их очень мало, но зато мы превосходим их непосредственно укомплектованности наших бойцов. Защищайте своих пеших стрелков напротив стрелков противник. Но защищайте их отрядами ближнего боя, поскольку стрелки уязвимы для конниц. Так, а где наши враги, кстати? Смотрите, смотрите, ребят, здесь оленей. Прикольно. Это прям как World of Tanks. Так, слушаем, смотрим. Смотрим, прям впереди. У нас впереди есть враги. Ногами шевелите. Не, мне нравится детализация юнитов наших. Это очень классно. Очень классно они выглядят. Ну что, готовы к бою? Вычеркни мы их из истории. Вычеркни мы их из истории. Мы видим в правом фланге есть всадники. Здесь также есть всадники. Вот он, кстати, всадники генерала. Поэтому, мне кажется, нужно копейщиков поставить на правый фланг. Остальных бойцов вот так вот приблизить их немного. И нам надо их как-то спровоцировать, чтобы мы не атаковали. Чтобы они атаковали. Как это сделать? Мы, наверное, сейчас сделаем следующее. Отправим лучников. Так, мы рассредоточить лучников не сможем, я так понимаю, да? Так, ближний бой. Отступить. Нет, к сожалению. Набатаем ваши кишки на меч. Это просто гребаная жесть. Начинаем их обстреливать. Враги принимают... Стена щитов. Пошла мазута. Музыка прям на уровне, я вам скажу. Давайте, может быть, конницу пообстреливаем. Так, продвинулись вперед. Копейщиков выбираем. Единственное, вот, чуть-чуть правее берем. Так, лучники убираем. Стрельба. Режим перестрелки. Еще чуть-чуть вперед. Нас уже обстреливают. Наших топорников. Но пока что мы держим катку. Так, копиметатели новобранцев. Чуть-чуть вперед. Не торопимся, не торопимся. Начинаем обстреливать конницу врага. Их 18 из 60. 10-16. Они под обстрелом. Обрати внимание, когда наши враги приближаются к нашему. То есть, боится приближается к соперникам, к врагам. Они начинают кричать. Типа, мы готовы! И прочее. Поехали. Убить всех. Поживее. Так, ровно, ровно, ровно делаем. Копиметатели отправляем. Так, вражеский полководец принимает другую тактику. Мы прям в лобовую атаку идем. Ничего страшного. Вот это горебаная жесть. Но мы их разрубим, потому что у нас есть мечники и топорники. А у них вообще никого нет. У них, ребята, только копейщики и все. Начинаем обстреливать вражеского полководца. Занимаем левый фланг. А здесь мы будем с правого фланга их обстреливать. Давайте, топорники, рубим, ломаем. Рубим, ломаем. Полководца бы нашего, конечно, не слеть, потому что он, собственно говоря, непосредственный бой ведет. Пошла, 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 мазута. Отлично, отлично. Невероятная графика, конечно. Разбили их уже. Это просто горел. Вот он, кстати, король. Король отступник или как его там. Мы его сейчас добьем. Мы его сейчас добьем. Давай, давай, давай. Отлично. Я так понимаю, мы его убили. Ребят. Мы его убили. Так, новобранзов отправляем. Единственное, у нас нет конницы, к сожалению. Поэтому конницу нужно вербовать. Без каких-либо, конечно же, задержек. Так, обстреливаем. Обстрелил. Пошли. Копиметатели здесь очень имбовые, я вам хочу сказать. Давай. Вот так вот. Очень хорошо, очень хорошо. Продолжаем обстреливать. Продолжаем обстреливать. Так, ладно, лучников отправляем назад. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нас обстреливают. Нас обстреливают. Быстро заняли позицию. Это победа. Вы показали, на что вы годитесь, парни. Ну, что вы его тормозите. Невероятно, да, ребят? Обалденно прям. Мне вот эта атмосфера нравится, когда они кричат. Прямо как будто какой-то футбольный матч происходит. Это наш генерал. Устал. А где я? Где-то здесь наш генерал проходит. Да. Ну, что, ладно, завершаем битву. Позже их добьем уже. Так, итога. У нас было 719, их было 594. Мы, кстати, их превосходили числом. Ну, у них, видите, не было нормальных бойцов, которые... Короче, у них не боевые потери были еще. Ну, как? Они не успели просто нанять. Берем рабство в остальных. Идем. И я думаю, пора уже добивать этих чуваков. А я думаю, уже все. Автобоем так. Хопа. Тем самым мы прокачаем еще своего лидера. Своего короля. Жалко в моей фракции король без конницы. Так. Эта армия не все дни боевой потери. Мечи грома. Кстати, мы эту армию можем... Мечи... Рагнара. Назвать. Вот так вот. Пусть будут мечи на Рагнара. К сожалению, у нас есть не боевые потери. Поэтому лучше их пристыкуем сюда. Все. Небо их потеть теперь вообще нет. Губернатор повышает свой уровень. Он находится в нашем поселении. Как раз этим занимается. Мы можем священника отправить к нему. Свиту. Тем самым потом его чуть-чуть прокачать. Священник, кстати, даст ему верность. Плюс один. И... Это вражская провинция. Минус два процента. Я вот не знаю, что это за бонус такой. Типа общественный порядок падает. Вражская провинция. Я не понимаю, что это такое. У него правление довольно хорошо прокачано. Поэтому давайте сделаем ему священника. Добавим ему верность, чтобы священник наставлял его на истинный путь. Мы все выдержим. Здесь мы возьмем, наверное, один отряд конницы. Как я уже говорил. И нам надо еще лучников взять нескольких, да? Воины-атаманы. Секирники. Ну, секира, короче. Секирники. Секирники у нас без щитов, да? Давайте топорник-атаманы еще возьмем. К сожалению, баллисту мы катапульт, вернее, взять не можем. Хорошо. Нанимаем остальных. Сдадим пару ходов. Наверное, просто один ход, наверное, сдадим. Либо пару ходов. И посмотрим, что тут у нас со строительством. Строительство у нас в мана происходит. Мы строим с вами город большой. И, конечно же, еще и зона для скота. Загон, вернее, для скота. Далее здесь, в принципе, так же все. С экономикой у нас все хорошо. Это радует мои глаза. Сдаем ход. Итак, мы сдали ход. У нас здесь несколько объявленных войн. Уэссекс объявляет войну в Восточной Англии. Также Вестморринга, господи, объявляет войну фракции под названием Хеллирборг. Языки сломаешь? Ну, пару серий с ними. Мы уже к ним, наверное, привыкнем, да? И как раз мы сможем уже потихонечку начинать вторгаться к нашим новым соседям. Это у нас Брега. Их надо добить. Так как мы наняли уже несколько бойцов и лучников, у нас не хватает припасов, как вы видите. Поэтому нам нужно срочно что-либо построить. Либо распустить. Мне кажется, все-таки... Блин, зря я, конечно, лучников. Ладно, хорошо. Потерпим немного. Этим составом пойдем добивать этих пацанов. Смотрите, ребят. Так как мы находимся у себя на территории, мы будем пополнять своих ребят с каждым ходом. Если мы будем находиться на вражеской территории, либо на нейтральной территории, не принадлежащей нам, естественно, пополнение происходить не будет. В нашем случае мы сейчас хотим дойти до них, но мы до них как бы теоретически не сможем дойти. Нам нужно сдать и один ход. Чтобы сдать и один ход, и этот ход ушел не впустую, мы встанем вот прямо у границ с нашими соседями. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сдадим ход, а после уже пойдем, ну, как раз пополним ход каких-то ребят. Кстати, пополнение теперь становится меньше, чем это было в поселениях. Это у меня перенапряжение. Моя ЮПСК, ну, стабилизатор ЮПСК, тут три в одном, два в одном. Пищить. То, короче, блин, надо сдать еще один ход, к сожалению. Здесь каминоломнию. Лох Гайвер, называет. Прикольное, да, название? Так, добыча железа плюс 15, 281. Производство, стоимость содержания войск минус 10% в провинции. Ну, только, ну, давайте, ладно, добычу железу сделаем. Хрен с ним, у нас упадет общественный порядок. Пока что вторых пацанов мы брать не будем. Смотрите, я нажал клавишу К, английскую, и убрал интерфейс. Посмотрите, как тут происходит. Смотрите, здесь у нас клетки для хейтеров, ой, для рабов, вернее. То есть я там их держу у себя, продаю. Я же занимаюсь работорговлей. Работорговлей, вернее. А вот здесь вот мы можем понаблюдать за процесс строительства. Это довольно очень красиво сделано. Правда, я не знаю, сможем ли мы построить свой собственный флот. Надо будет потом разобраться, и до этого еще не дошел. Нажимаем клавишу Home, чтобы выровнять нашу камеру. И я думаю, пора сдать ход. Нам делать нечем. У нас пока что одна армия. Давайте в семье посмотрим, что тут у нас происходит. Ни у кого не падает верность. Верность, в принципе, никого не падает. Но как только мы будем захватывать новые территории, естественно, нам придется делиться землями со своими подданными. Погнали дальше. После того, как я сдал еще один ход, у нас еще объявлена война. Да, ребятюли просто жить не хотят. Просто так. И поселение потеряно. К сожалению, наше поселение сейчас было захвачено. Видите, как он сыграл ход конем. Поэтому нам нужно срочно вернуть свое поселение. А после уже пойти дальше на север. Слушайте, мне кажется, нам нужно взять две армии и разделиться. Ну, с другой стороны, мы сейчас наймем еще одного полководца. У нас и так проблемы с пищей. Давайте восстановим свое поселение. Я даже думаю, автобоем это мы можем сделать запросто. Просто восстанавливаем, забираем его обратно. Отлично. Ты прям вот такой умный, да, там, типа захватил поселение. Красавчик, Вася. Ты просто красавчик. Забираем его обратно. Противник погибает в битве. Дань. И прочее, прочее. Так, ваша фракция потребляет больше пищи, чем производит. Чтобы решить эту проблему, распустите несколько отрядов, либо захватите или возведите постройки, производящие пищу. Далее у нас уровень общественного порядка в этой провинции. Брега. Слишком низок. Это сильно оказало на уровень общественного порядка. То, что мы потеряли наша провинция. Нашу провинцию, вернее. Так как мы... У нас были здесь битвы некоторые. Кстати, что это такое? Показать сведения об этом. Так, здесь... Нам надо захватить все эти поселения, чтобы уже была полноценная площадь, либо там область, да? Как сказать? Давайте все-таки распустим лучников. Во. Вот так вот. Теперь с другой стороны очень хорошо. Мы немного подровняли потребление пищи. Это очень хорошо. И боевой пыл у нас плюс 19. Боевой пыл, кстати, будет варьироваться. Он будет падать, я уже, в принципе, объяснял в прошлой серии. Либо подниматься. В зависимости от того, воюем ли мы. Часто воюем, либо мы несем поражение, либо победа. Все это дело будет... Слушайте, ну здесь... Здесь, походу, наводнение скоро намечается. Потому что у меня уже было такое. За другую фракцию. Когда какие-то землетрясения происходят. Либо еще что-то. Торговля производится. Несмотря на то, что мы воюем с той или иной фракцией. Как бы торговля, она живет своей жизнью. Единственное, там могут быть какие-то набеги. Так. Ладненько. Смотрим дальше. Мы можем повысить своего короля. Собственно, наш полководец. Мы можем ему сделать либо рвение, либо командование. Он у нас с уровнем 5. Количество технологий в отрядах полководца плюс 50%. Так. Позволять участвовать в ночных битвах. Боевой дух отряда. Пока жив полководец плюс 3. Либо мы можем сделать рвение. Так. Боевой дух отряда при осаде. Боевой дух отряда. Так. Зона влияния. Ну, давайте ему, наверное, полководца дадим. А Барт что дает? Интересно. Рвение дает. Производство пищи. Фуражир. Пополняем отряда. Давайте ему, наверное, фуражиру дадим немного. Плюс 5%. Зато у нас будет намного быстрее происходить пополнение отряда. Ну, тем более мы часто ходим в походы. И мне кажется, этот перк нам сильно поможет. Идем дальше. Так. Налек разбойников-викингов происходит на... В южной, вернее, в юго-восточной части Англии. В принципе, это нам как-то все равно, что там происходит. Это не нас касается пока что. Но рано или поздно мы с ними тоже, возможно, сможем. Столкнуться. Ну что ж, господа, поехали дальше. Я думаю, сейчас нам надо как-то перекрыть им вход и выход. Так, здесь мы не сможем пройти. Как бы мы сможем, но мы нарушим границы. Поэтому нам нужно как-то вот сюда вот встать. К сожалению, засаду мы с вами сделать не сможем, да? Так, а если мы сюда встанем, то мы заблокируем ему вход. Но он с другой стороны может подойти к нашим провинциям и опять захватить. То есть он будет тупо байтить это дело. И это вот не очень хорошо, я вам скажу. Так, строим усадьбу. Есть, естественно, загон для скота. Какого третьего уровня. И... Ну, а давайте город тоже построим, чтобы у нас были нормальные... Нормальные... Так, что мы тут построили? Ланг... Лонгфорд называется. Длинный, либо там как-то большой, длинный форт называется, типа, да? Вероятность пополнить все отряды в резерве плюс 30%. Максимальное число отрядов в резерве плюс 30% дает гарнизоны. Это, получается, топорники атаманы, воины атаман... Астманы, я прошу прощения, не атаманы, а... Астманы. Так, бойцы астманы и лучники астманы. Также... Астманы-ополченцы. И как раз здесь наш губернатор показывается. Так, губернатор острова. Лед. Лед, его зовут. Он... Ну, никакой правитель. Давайте мы тогда писера сделаем. Зато мы получим плюс 5% золоту в этой провинции. Запомните, у нас 1191. Добавим писера. 1198. Ну, хоть что-то, да? Зато мы ему чуть-чуть добавили правления. Кстати, мы его можем попытаться женить. Я, правда, не знаю, для чего это нужно. Ну, если у него какие-то там проблемы... Ну, ему надо жениться тоже. Но это не наше дело. Наше дело следить за своей... С семьей. Ладно, сдаем еще расход. Я надеюсь, сейчас никто нас не обойдет, как это было в прошлой... В прошлом ходу или году, можно сказать. Обходит нас все-таки наш... Дорогой друг. Опять он захватывает. Да что ты придешь, а? Ой, нам придется полководца искать. Сейчас мы его опять заберем и убьем. Естественно, ночную атаку даже можем сделать. И... Ну, вот ты очень глупо поступаешь, друг мой. Ты очень глупо поступаешь. Он опять захватывает то же... То же поселение. Просто байт. Просто происходит, ребята, байт и все. Мы даже потратили деньги, которые начали возводить. Ладно. Мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас наймем нового полководца. Рогнавльд. Так, подождите. У нас есть... У нас есть сын. Его зовут Ивор. Ивора надо прокачать. Сын Ивор, ребята. Вот он, Ивор. Так. Агрессивный. Известный. Увлеченный. Натиск для всех войск плюс 5%. Так, смотри, все способности. Бесстрашный. Как раз такой Ивор и нам нужен. Будем готовить своего наследника. Как раз наследник у нас... Подождите, а кто у нас наследник? Почему не Ивор? А, у нас наследник... Сигверфордер. Его зовут. Ну, от него потом рано или поздно избавимся. Я хочу сделать наследником Ивора, да? Мы будем служить до конца! Дадим ему парочку бойцов. Ну, допустим, вот этих вот бойцов. Наш король пойдет дальше заниматься. Так, ну, давайте тогда ему наймем. Так, у нас пища будет проблема. Ну, нам нужно копейщики. Давайте хотя бы один отряд копейщиков сделаем. Пища как раз под ноль встала. Мы заставим врагов страдать! Я надеюсь, Ивор сможет устоять, если какие-то будут проблемы. Сдаем еще раз. Итак. Они опять нанимают бойцов. Мы сейчас вот так вот встанем и просто в наглую пойдем захватывать уже. Да, 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 да. Я думаю, даже тут нет смысла кого-либо. Тут мы уже сколько наследников их убили, ребята, но они не сдаются. Они даже не хотят, я не знаю, может быть, даже тупо просто попробовать. Так, против погибает в битве. Дань. Растущая доля. Так, боеводых у врага. Отлично, отлично, прекрасно. И мы захватываем, наконец-то, их предпоследнее поселение, где мы получаем еще несколько пищи. О, боже, это просто невероятно. Так, Ивор, давай сюда. Вот, заметили, да, ребят, перемотайте назад. Когда он был возле поселения, у нас пополнения происходили очень медленно. Когда мы загнали его в поселение, у нас пополнение стали намного быстрее происходить. Это очень хорошо. Мне нравится все-таки эта игра, потому что эта игра заставляет вас не просто тупо идти и воевать. Вы должны следить за всеми своими пацанами, за всеми своими подданными. Даже брат, даже внук, даже родной брат может вас кинуть. То есть верность и прочее, прочее. Поэтому нужно всегда следить за этим. Смотрите, вот у Ивора верность плюс 5. И этот чувак тоже Сиг Тригер, Сиг Тригер Казначей, у него должность. У него верность не такая уж прям хорошая. Плюс 5 всего лишь. Мне бы, конечно, было бы для меня хорошее, если бы хотя бы плюс 7 была верность. Поэтому, возможно, мы можем попытаться дать ему владение какое-нибудь. Если оно вообще есть у нас еще какое-то владение. Так, поместье вернее. Так, у нас два поместья. Так, передать выбранному персонажу поместье, который принадлежит правителю. Да, давайте передадим. Смотрите, у него верность плюс 5. Сейчас мы дадим плюс 7. Влияние плюс 7 тоже так же. Льют у него тоже есть поместье. Правда, верность у него почему-то плюс 3. И вот другие, видите, другим не понравилось то, что я отдал поместье. Хотя ему 16 лет. Ты, Вася, еще из-под стола не пришел. Положитесь на нас. Положитесь на нас. Ну, мне кажется, так намного лучше. Не переживайте насчет поместья. Не нужно сильно, конечно же, жадничать. И, с другой стороны, не нужно отдавать всем подряд поместье. Потому что у короля должно тоже быть поместье. Чтобы он хоть какое-то влияние имел. В данный момент у нас влияние плюс 10. И это очень хорошо. То есть, с таким влиянием мы, нас свергнуть никто не сможет. Ну что, господа. Это была очередная серия Total War Saga. Тронной Британии. С вами был Римас. Играйте в умные игры. Всем удачи. До скорых встреч.